С начала недели проходит предварительное голосование партии «Единой России». В формате онлайн на сайте pg.er.ru жители республики, как и граждане по всей стране, выбирают будущих кандидатов в Госсовет Республики и Госдуму. Лучших кандидатов от партии определяют сами жители предварительным голосованием. Такую процедуру, когда до основных выборов определяют кандидатов от партии, проводят только «Единая Россия» уже с 2007 года. В этом году с помощью онлайн-голосования. И многие чебоксарцы уже сделали свой выбор. Проголосовали уже. Да, было действие. Известные люди завоевали авторитет. Да, я приняла активное участие, так же, как и мои родственники. Мы проголосовали. Вы будете принимать участие в предварительном голосовании? Возможно. Наверное, да. Ну, родители, да. Они участвовали. Я в политику не лезу. Вы сами будете голосовать? Подумаю все. Я всегда хожу на голосование. Свой голос всегда отдаю за того, за кого, мне кажется, это более правильным выбором. В стороне от этих голосований народ не должен оставаться. Они должны активно. От того, что гражданское население приходит на выборы, принимает участие, активность у населения должна быть. И это мы свою судьбу решаем. Депутат, я считаю, должен обладать качествами. Он должен поддерживать во всем народ, прислушиваться к мнению народа, должен быть порядочным, энергичным. Честный и любящий народ и землю нашу. Честностью, честностью, принципиальностью. И не бояться соперников. Болеть за свою любимую, родную, чувашую, за свой город. Предварительное голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос за нужного кандидата может каждый житель республики на сайте. Итоги предварительного голосования подведут уже 1 июня. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.